Всех приветствую! Едем с вами сегодня в Солоняки. Ганатов насобирали. Можно и прокатиться немножко. Хотя напор ослаб до нуля. Ну ладно, прокатимся, обещал прокатиться. Я вот обратил внимание, тут что-то произошло. Все валяется. Авария, видимо, какие-то грузовички. Все разбито. Похоже на транспортную компанию какую-то. Половина прицепа нету. Кто-то не дождется своих грузов. Такое тоже бывает. Как-то странно, снесали бочину. Ну а мы покидаем Лазаревское. Вот эта машинка не дала мне показать вам перечеркнутый указатель. Покатимся. Просили Солоняки, пойдемте. А там, гляди, и балконка. Кто его знает, куда меня завезет мой мотороллер. Сзади по всему, судя по всему, едут и нагородние автомобили, поэтому едут они с медленной скоростью. Я их даже на мотороллере обгоняю. Хотя скорость у меня приемлемая. Не гоню. Вот пропустим. Кто-то догнал. Это местный, понятно, потому что догнал. Я всех пропускаю. Погодка отличная, тепло, солнце припекает. Как всегда, на Тихорецкую. Правда, я столкнулся с одной большой-большой проблемой, ребят, это загрузка роликов. Допустим, вчерашний ролик, который я загружал, вообще никак. Я его за ночь не загрузил. Продается участок. Открываются торговые точки. Кафешки. Кафешки. Борщ 80 рублей. Они написали, почем гороховый суток. Я тихонечко. Тут он даже 66-й стал, перегородил дорогу. Ну, не перегородил, как бы нормально. Тоже вот джиппинги есть, пожалуйста, 33 водопада. Вкусно чем-то пахнет. Тут уже какие-то ябства. Заходи с кайфом. Чебуреки, шаума, маурма. Кавказская кухня. Все пооткрывалось. Малаши, шашлычный дворик. То есть уже покушать вы найдете, черт. В солоняках нормально. Открылась точка с тортиками всякими разными. Пивные ложусь. Тут жизнь, короче, все нормально. Тут все есть уже, только вас не хватает чуть-чуть. Надо как-то так встать, чтобы никому не помешать. Тут, я надеюсь, никому не помешает. Ни кругам, ни машинам выезжать. Я прошу прощения, сейчас, как всегда, вас надо будет отстегнуть. Снять шлем. Взять панамку. И пойти к морю. Рыбное место. Мы год ждали, год ждали. Ай, смотрите, какая в них прелесть. Самая настоящая барабулька. Прямо здесь ее и жарят. Я в прошлом году показывал, прям здесь. Здесь прямо ее сжарили. А я там живу, Катюнь. Мне тоже можно. Вкуснятина вообще. Нет. Да и мысли нет. Тут кофе. Все такое. Пойдемте, пойдемте в сторону пляжа. Я так понимаю, что вас интересует больше всего состояние пляжа. Как там дела? Как обстановка? Обстановка летняя, скажу я вам. Там вон виднеется Лазаревская вето. За горизонтом. Колесико по факту все близко. Кстати, Владимир планировал пешочком прогуливаться теперь. И Солоняков на работу туда, вот колесо обозрения. Тут не так-то уж и далеко. Набережная в поселке Солоняки. Скоро коллекция камешков здесь пополнится значительно. Шумно. Детвора. Наверное, на лагерь приехал. Да. Часть пляжа, вот видите, где детвора занесена. Не занесена, а огорожена. Огорожена. Вот такой вот. Таким вот тросом. Катера. Народ загорает. Людей гораздо больше, чем я был в последний раз. Сказал, вообще там чуть-чуть, там чуть-чуть. Один, два, три, четыре. Что-то их пронумеровали все, наверное, по группам каким-то. Пойдемте посмотрим, какое здесь море поближе. Это жесть, конечно, купаться вот это по свистку, да. Группа там из каких-то там пяти, четырех, десяти человек заходит. Потом по свистку заходят и выходят. Приехали на море. Водичка здесь классная, прозрачная. Чистая, чистая. Ну, в принципе, в Лазовском такая же, если честно. На всем побережье. Сапы тоже есть. Катамараны есть. Народа полно. Ну, так вот. Ожили солоняки, ребятки, ожили. Кто последний, тот лох. Сейчас мы увидим с вами лоха. Ладно, не буду я вам показывать лохов. Малышка хочет купаться, а ее мама ворнежилет одевает. Там дальше пляж Лазовский. Лазовский, какой Лазовский? Солоняки два. Но туда уже не пойду. Такую систему защиты поставили здесь на пляже. Видите, такие столовые уже задумались, что надо будет беречь. Там яхты, катера, лежаки. Здесь больше такой свободный пляж. Фри. Вот такой вот большой-большой свободный пляж с домиком. С домиком для гномиков. Ну, на тот второй я, наверное, уже сегодня не пойду. Так, тут можно было, оказывается, заехать. Вот с этой стороны где-то там, вон лежу, мотороллер стоит. Дальше идет речка. А еще палатка, вот спрашивали, где можно палатки ставить. Да вон, люди приходят, палатки ставят. Здесь причал. Парашюты, марашюты, вся фигня. Есть и набережная, но она такая небольшая. Попозже тут наверняка будет побольше всяких объектов для отдыха. Главное, что есть столовая. Столовая, как видите, это наше все. Но я обратил внимание, что тут много иногородних автомобилей. Вот видите. Они прям сюда заехали, поставили транспорт свой. И все. Туалет в наличии. Нормальный туалет. Ну, внешне, во всяком случае. Дверь закрой. К нам летит пчелиный рой. Столовая. Ох, меня уже узнали, ютубер. А я, может быть, зенер какой-нибудь. Не знаю, в прошлом году, кажется, позапрошлом здесь Оксана работала. Ну, столовая работает, все нормально. Покушайте здесь хорошо. Кто как хочет. Мебель появилась. Автоматы. Меню, правда, я не нашел. Что-то не видать. Требуется, требуется, требуется. Спрашивали, где работа. Вот здесь требуется. Все. Ну, в общем, все восстановили. Все нормально, все работает. Поесть найдете все, что хотите. Вон, мясо, короткие клетки. Тут еще не совсем все готово. Все есть. Все? А, вот меню. Но оно еще не готово. Точнее, оно готово, но я нифига не вижу. Я не знаю, может быть, вы как-нибудь увидите. Я вообще не могу. Может, у меня уже все, уже по голове не видно ничего. Прям мелко. Ну, ладно. Главное, что все есть, все на месте. Пляж. Набережная. Ох, там лилии цветут красиво. Прям белые-белые такие. Можно боксом позаниматься слегка. Смотрите, какие лилии есть в Графском парке. Черный пруд. В общем, такая вот история. Такие вот солоняки. Какая-то штука торчит, надо покрасить. И в сопровождении ненормативной лексики пацаны выяснили, что надо докрасить все-таки. Ну, а я потопаю дальше. Сегодня день такой, знаете, жаркий. Да, гораздо теплее, чем вчера было. Вот я вчера катался в другую сторону. Было слегка опасно, но было классно. А теперь вот солнце шпарит. И камера прогревается очень даже быстро. Платформа солоняки 2. Ну что, думаю, с солоняками все. Теперь вы про них все знаете. Все, видели. Обстановочка вам ясна. Можно, как говорится, с чистой совестью ехать куда-нибудь дальше. Вот я и задумался. Покатиться в балконку. Надо было подключать внешний аккумулятор. Блин, на телошары. Микантары. Ладно, всем пока. Не хочу делать длинные ролики, потому что на ютубе, как вы знаете, они потом фиг загрузятся. Поставлю на подзарядку камеру пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok